Анальные бородавки Такие заболевания, как папилломы в заднем проходе, передаются половым путем и требуют адекватной терапии В зависимости от расположения бородавки разделяют на половые и анальные Какие бывают анальные бородавки? Это папулы Длинные образования, не имеют вытянутых элементов При малых количествах незаметны на коже Обычные бородавки Они могут быть в виде плоских пятен Их различия в свете, размере и форме достаточно разнообразны Остроконечные кондиломы Внешне, при их множественном скоплении, напоминают петушины и гребень Образование в виде вытянутых сосочков Гигантская кондилома Бушки Лавенштейна Такие наросты достаточно редко встречаются От обыкновенных бородавок отличаются крупными, гигантскими размерами Заболевание Боона При данной болезни поражена вся слизистая волочка в области заднего прохода По-другому это заболевание называется Интраэпителиальная неоплазия У многих заболеваний бородавками на анальном отверстии протекает абсолютно бессимптомно Но существуют клинические проявления бородавок в области ануса Они могут быть такими, как Жение в области заднего прохода Выделение из ануса Зуд в области заднего прохода Нагноение при присоединении к вторичной инфекции Трещины Боль во время полового контакта Гиперемия Кровотечение в области заднего прохода Наросты в заднем проходе чаще всего инфицируются Вследствие чего появляется неприятный запах Достаточно часто бородавки в заднем проходе травмируются К этому приводят неудобное нижнее белье Натирание пораженных мест Также возможно появление кровенистых сгустков в кале Боль при дефекации Способы заражения Способы заражения Папиломами в заднем проходе Бывают достаточно разные Заражение Папиломами в заднем проходе Происходит во время полового контакта Хотя клиническое проявление данного заболевания Возникает не сразу Инфекция находится в латепном состоянии И не вызывает в какой-то период времени никаких образований Никаких наростов Мужчины страдают папиломами Чаще всего после гомосексуальных связей Бородавки у заднего прохода Одного партнера Является сигналом Что второй партнер тоже заражен Наросты в заднем проходе Травмируются при интимной близости И распространяются на здоровые участки кожи Самые актуальные способы заражения бородавками В заднем проходе Могут быть такими Это нарушение правил личной гиены Это незащищенный половой контакт Особенно анальный секс Пониженный иммунитет Хронический стресс Авитаминоз И неправильное использование общественных мест Туалеты, бани, души Бассейны Как вылечить анальные бородавки? На сегодняшний день существует масса различных методов удаления анальных бородавок Это могут быть как применение аппаратных приборов, разнообразных препаратов, так и народные методы Лечение анальных бородавок обычно направлено на борьбу с вирусами Их полное безопасное удаление То есть перевод неактивный Полное удаление бородавок и перевод вируса попелома человека, которые вызывают бородавки в неактивную форму Самыми распространенными способами лечения наростов являются лазерная терапия Цель такого аппаратного метода выпаривания бородавок при точечном тепловом воздействии на пораженные участки кожи Иссечение радиоволновым ножом Это один из самых безопасных способов удаления анальных бородавок Он позволяет избавиться от новообразования без выделения крови Сама рана сжигается и заживает Электрокогуляция Такой способ характеризуется удалением анальных бородавок электрическим током Для такой процедуры необходима местная анестезия Криодеструкция Так называемое замораживание жидким азотом При такой процедуре попеломы заливаются жидким азотом и отмирают Специальные химические препараты Наносят на участок поражение и буквально выжигают новообразование Вызывая некроз тканей Могут остаться рубцы и появится чувство жжения Данные препараты категорически противопоказаны беременным женщинам При наличии иммунограммы Врач назначает дополнительно препараты интерферона Противовирусные препараты Прежде чем начать лечение бородавок В области заднего прохода следует пройти диагностику Обследовать нужно задний проход и прямую кишку с помощью определенного прибора Аноскопа Тип вируса определяет тестирование по методу пациентардиагностики Также проводится уксусная проба для четкого определения границ наростов Часть пробы из анального прохода отправляют на гистологическое исследование При подозрении на онкологию После постановки диагноза врач устанавливает лечение Возможные осложнения попилом в области ануса Самое опасное осложнение это развитие рака Поэтому при появлении каких-либо образований Следует обратиться к врачу Много наростов нарушают качество жизни В особенности ее сексуальную сферу При распространении анальных бородавок на интимные органы Они начинают кровоточить Могут нагноиться И часто бывают болезненными Не стоит запускать небольшие образования Лучше их вовремя удалить Чем лечить огромные опухоли Профилактика Папилон в области заднего прохода При удалении анальных бородавок Решается только косметическая проблема Но сам организм не излечивается от инфекции Чтобы предотвратить новые заражения Необходимо укреплять иммунитет Проверяться у специализированных врачей Придерживаться правил личной гигиены Не подвергаться беспорядочным половым связям Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова